То самое интервью с Романом Протасевичем. В эфире Белорусского государственного телеканала «Оппозиционный журналист» рассказывает о том, как сильно уважает Лукашенко и одновременно сожалеет, что организовал массовые беспорядки, называет фамилии своих соратников. Что интересно, подобных заявлений Протасевич не делал ни в суде, ни через адвоката, а в эфире государственного СМИ. Родители уверены, его вынудили себя оговорить. У меня нет никаких сомнений, то, что говорит Роман, это результат его запугивания, результат постоянного психологического и физического насилия над ним. Это результат того, что его просто-напросто запугали. Его убеждения, я уверен, они в корне отличаются от тех, что он озвучил. Поэтому нет ничего удивительного, что его заставляют говорить то, что нужно. И я ни слова не верю в то, что говорит мысль. Частная смена мимики и эмоциональных реакций, смех, как защитная реакция, поджатые губы, положение рук. От сильно сжатых до активной жестикуляции Протасевича тщательно подготовили к интервью. Быстрые ответы Беспау свидетельствуют о том, что, вероятнее всего, эти ответы были известны Роману заранее. То есть они проговаривались. Он знал, на какие вопросы и как ему нужно отвечать. В начале интервью Роман говорит, я не удивлюсь, если многие назовут меня якобы предателем. И вот возникает вопрос, почему якобы предателем, а не просто предателем? По сути, Роман не считает себя предателем. Вероятнее всего, он полагает, что он просто поставлен в безвыходную ситуацию, которая действует так, чтобы сохранить собственную жизнь. Именно поэтому интервью выглядит неестественным. Белорусские правозащитники говорят, это не первый случай, когда человека заставляют говорить то, что нужно режиму. Эта практика используется в Беларуси. Эта практика, она очень активно сейчас используется белорусскими силовиками. После задержания общественных активистов разного уровня, и на районах, и малозначительных, и в Минске, избитых их, запуганных, заставляют давать какие-то показания, признаваться в том, чем они не делали. Методы, когда под пытками выбивали показания, а затем все фиксировали на камеру и распространяли в средствах массовой информации, обычно используют авторитарные режимы, и не только в Беларуси. В такого рода авторитарных государствах такие практики применяются, опять-таки, для того, чтобы влиять на общественное мнение, для того, чтобы убедить в чем-то общество. В данном случае, это попытка, в случае с Протасевичем, дискредитировать белорусский протест, дискредитировать нехту, дискредитировать тех, кто сопротивляется режиму Лукашенко, показать, что, ну вот видите, даже один из ваших ключевых активистов с нами уже сотрудничает до тех пор, пока он находится в заложниках у режима Лукашенко, ни одному слову, которое он будет произносить, верить нельзя. Того, что Протасевич перед интервью подвергся психологическому и, возможно, физическому влиянию, не исключают и в правительстве Германии. Это позор для телеведущего и для белорусского руководства, которое в очередной раз демонстрирует свое презрение к демократии, да и вообще, надо сказать, презрение к человечеству. Международное сообщество раскритиковало опубликованное видео с Романом Протасевичем сомнений в том, что оно постановочное, не возникает ни у кого. Лишь режим Лукашенко верит, что в очередной раз удалось сманипулировать общественным мнением. Роман Смолер, Татьяна Сулий, Новости Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова